Еще, если я получил 500 на тысяч, добавил еще полторы тысячи и купил дочери куртку китайскую. Первый экзамен Буран выдержал, но предстояло сделать еще очень много. Одной из сложнейших задач была теплозащита. Сегодня многие это хорошо понимают. Пример американского шаттла «Колумбия» красноречивее всяких слов. Чтобы изготовить теплозащитную плитку, нужен был кварцевый песок особого состава. Специально для Бурана геологам поручили отыскать месторождение такого песка. Это было сделано. Каждая плитка стоила 500 рублей. Всего на Буране их около 40 тысяч. Таким образом, теплозащита обошлась в 20 миллионов. Это в то время, когда зарплата 120 рублей была нормой. Необходимо было проверить плитку в реальных условиях. Вспомнили о проекте «Спираль». Сделали уменьшенную копию того самого лаптя. Изделие назвали «Бор» — беспилотный орбитальный ракетоплан. В газете «Правда» от 4 июня 1982 года появилось короткое сообщение о запуске очередного спутника серии «Космос» за номером 1374. Это был «Бор». Он сделал виток по орбите и опустился в Индийский океан. Для того, чтобы выловить космический лапоть, в нейтральные воды неподалеку от Австралии прибыли поисково-спасательные корабли. Часть из них шла с Дальнего Востока. Часть — из Черного моря. Наконец, все собрались в заданной точке Кардина. Доложили о прибытии. «Бор» должны были запустить через пару дней. Там были не только поисково-спасательные корабли, а корабли охранения. Появились американские самолеты. Они остались на облеты довольно низко. Метров 50-60. Это очень низко. Чем самым вызвали волнение команды. Ратушев Владимир Георгиевич. Участник экспедиции в Индийский океан. Кинооператор Летно-исследовательского института. Когда «Бор» опустился на воду, сразу на воду была спущена шлюпка. В связи с тем, что «Бор» начинен ядовитым топливом, вся команда была в архивзащите и противогаза. Чем вызвало сразу полное недоумение американцев. Они теперь вообще ничего не понимали, что происходило. Но когда изделие подцепили и стали поднимать, кстати, при подъеме изделия отломили ему нос. Была очень неглуприятная погода. Но когда его подняли и поставили на палубу, они поняли, что это такое, и они успокоились. Но успокоились они только в тот конкретный момент. А так программа «Энергия Буран» их очень интересовала. Они понимали, что это наш адекватный ответ на их программу «СОИ». Поэтому они прилагали определенные усилия, чтобы выведать наши секреты. Одним хмурым московским утром возле английского посольства появился подозрительный человек. За посольствами стран, проявлявших повышенный интерес к Бурану, постоянно наблюдали наши спецслужбы. Человек сел в Ниву с американскими дипломатическими номерами. Вслед за Нивой отправилась оперативная войга. Бдительность была не лишней. Через некоторое время Нива оказалась на высоком берегу Москва-реки напротив Жуковского. С обрыва хорошо просматривался испытательный аэродром. Ожидался очередной вылет аналога Бурана, и спецслужбы были на чеку. Непрошенных гостей вовремя заметили. На место событий отправилась оперативная группа. Никто не хотел международного скандала. Пассажиров Нивы не собирались арестовывать, но пресечь их действия сочли необходимым. Неизвестные поспешили скрыться. Оперативники отправились за ними. Погоня получилась в лучших традициях Голливуда, но Ниву так и не догнали. Позднее при разборе ситуации было отмечено, что скорее всего у Нивы стоял двигатель от более мощного автомобиля. 13 марта 1985 года Москва прощалась с генеральным секретарем ЦК КПСС Черненко. К власти пришел Горбачев. Американцы решили продемонстрировать силу. Тот самый нырок шаттла, о котором предупреждали еще в 1974 году, состоялся. Программа «Звездных войн» обретала реальность. В 1985 году шаттл, он совершил нырок над Москвой и снова ушел на орбиту. Нырок до высоты 80 километров. Это было настолько неожиданно. То есть он шел по орбите, потом притормаживался, нырял в атмосферу до 80 километров. Мог все что угодно сделать. Бросить там что-то на момент, какую-то точку во время нырка. А после этого уходил на орбиту. И вот этот урок, он повернул мозги у нашего всего руководства. Поэтому в 1986 году нас всех 1-2 января посадили в самолет, привезли на Байконур, чтобы отсюда не уедет, пока не запущен. Ну и многие приехали там дипломатами, без смены, когда рубашек там, считая, что летят там один-два дня. После этого остались там действительно не допустим. В Женеве состоялась первая встреча Рейгана и Горбачева. Разговор проходил за закрытыми дверями. Вопросы, связанные с программой СОИ, наверняка поднимались. Но о чем конкретно говорили лидеры двух сверхдержав, можно только догадываться. В печати было больше абстрактных призывов к миру, чем реальных предложений. Рейган был хороший актер. И он на 100% свой актерский талант использовал для того, чтобы создать блеф СОИ. Конечно, его подпитали соответствующие ученые. Конечно, нужно экономику, чтобы она не перегревалась, по-моему, американцу чем-то загружать. Вот СОИ. Мы докладывали и Горбачеву, что это блеф. 28 января 1986 года. 16 часов 38 минут по Гринвичу. Стартует Space Shuttle Challenger. Через 1 минуту 14 секунд корабль взорвется. И 7 находящихся на борту астронавтов погибнут. Этот печальный для всей Америки факт позволил Советскому Союзу сократить отставание в космической гонке. В программе звездных войн был нанесен серьезный удар. Американцы не летали в космос почти три года. Именно в течение этого времени в космос будут запущены ракета «Энергия» и русский шаттл «Буран». Октябрь 1986 года. Рик Явик. На новой встрече с Рейганом Горбачев чувствовал себя уверенней. Переговоры прошли более предметно. Американский президент, реально оценив обстановку, решил, что Советский Союз и Соединенные Штаты, пожалуй, смогут договориться. К весне 1987 года ракета-носитель «Энергия» была полностью готова. «Буран» опаздывал. Еще шли испытания. В руководстве не стали ждать. Было принято решение запустить «Энергию» с другой полезной нагрузкой. В это время по заказу Минобороны был разработан космический модуль, внутренности которого строго засекретили. Аппарат назывался «Полюс». На самом деле это был прототип лазерного оружия. Оказывается, мы продвинулись в «Звездных войнах» дальше самих американцев. Старт «Энергии» с «Полюсом» назначили на 15 мая. 13 мая 1987 года на Байкануре был генеральный скитарь Горбачев. Он колебался, давать разрешение на пуск или нет. А что подумают американцы тогда? Он улетел желанно, у хорошей работы, но сам не остался. Успешный старт «Энергии» был омрачен. Дорогостоящий «Полюс» так и не вышел на орбиту. В математических расчетах не заметили ошибку. Вместо разгона «Полюс» затормозился и упал в океан. Уникальность этого запуска была в том, что мы впервые увидели, как ведет себя ракета вот непосредственно в момент старта. И вела на себя очень необычно. Виноградов Павел Владимирович. Начальник сектора летно-испытательной службы космонавтов НПО «Энергия». Летчик-космонавт Российской Федерации. Герой России. Крепление полезного груза было сбоку. И вот эта вся масса, огромные 2000 тонн. Ракеты, когда вышли из стартовых сооружений, она начала как бы сразу заваливаться на бок. Угол был очень большой, ну, градусов 10-12. И первое впечатление было, что вот сейчас это может закончиться трагедией. Потом мы уже буквально минут через 30 приехали на старт.